Приветствую вас всех дорогие друзья, на связи GrimOptimist И сегодня у нас будет очень интересный видос, потому что, во-первых, в сеть утекли все машины аукциона То есть полный список, и само собой, вы все это узнаете по ходу видео Также уже по традиции мы дождемся старта первого лота Сверим со списком, да, совпадает или нет Ну, сами понимаете, что если совпадет, то значит все верно Ну и, конечно же, я дам свои прогнозы по сумме, которую нужно будет поставить На первый лот, чтобы его получить, если, конечно, возникнет такое желание Давайте маленькая рекламная пауза сейчас и вернемся уже, как говорится, ближе к делу Хорошо известный всем танкистам сайт WhatHub подготовил у себя новый, уникальный и очень интересный режим Crash Где вы не просто можете выиграть голду, как обычно это вы делаете на данном сайте Но и посоперничать с другими игроками, применив тактические хитрости Можно действительно наварить себе неплохо голды Но, конечно, на сайте никуда не делись всем хорошо известные кейсы Причем в огромном разнообразии Каждый для себя найдет что-то подходящее Это кейсы и по классам техники, и по отдельным машинам Крутые кейсы инкогнито Сборные кейсы WhatHub, где вообще отличные, просто очень мощные призы Короче, просто можно выиграть практически все, что только можно А еще тут есть крутой барабан бонусов, где могут выпасть очень интересные кейсы В общем, залетайте на WhatHub, принимайте участие в новом ивенте, выигрывайте Ссылочка на кейсы, а также мой промокод с крутым бонусом в описании и в закрепленном комментарии Итак, до старта осталось буквально несколько секунд Сейчас мы с вами узнаем, что за первый танк нас ожидает Но, знаете, были слухи, что данная акция сделана в торопях, спустя рукава И, конечно, мы тоже с вами сегодня с этим разберемся Я думаю, что если это так, то, скорее всего, будет заметно Ну, в пользу данной теории говорит то, что акция была анонсирована буквально там за пару дней То есть, обычно все-таки это бывает пораньше, вот, но тут прямо практически впритык они это сделали И да, друзья, первый танк аукциона это Объект 268-5 И это совпадает со списком, который я чуть позже сейчас, конечно же, вам покажу Вот, но по данному танку, что сказать У меня, как вы видите, не хватает немножко серебришка для того, чтобы сделать ставку Их 45 тысяч штук, это достаточно много Но, знаете, вот, я боюсь, что как это было в прошлой подобной ситуации там с черным рынком и аукционами Скорее всего, сейчас, конечно, блогеры вам скажут, что нужно ставить там 50 миллионов минимум или 100 Вот, но я бы не советовал так делать, потому что данный танк просто банально, ну, не стоит этой суммы Только если у вас серебра просто тонны, там, не знаю, может быть, миллиард уже или сколько, короче Тогда, наверное, уже без разницы А если вы все-таки серебром дорожите, то, ну, может быть, я бы поставил где-то 26-25 миллионов, но не больше Минималку, ну, не уверен, что есть смысл ставить Потому что обычно все лоты за серебро, они сметаются, ну, как бы гарантированно Я бы поставил где-то 26, наверное, вот это мой прогноз Могу, конечно, ошибаться, сами думайте Но вот больше все-таки, мне кажется, ну, тупо нет смысла Вот это мое мнение Ну, а теперь давайте уже посмотрим, что за остальные лоты нас ожидают Потому что там будет интересно Итак, ну, первый лот вы уже знаете, да, само собой Объект 268-5, это все понятно А второй лот, который, наверное, будет завтра Но не факт, кстати, потому что очередность может меняться То есть список-то списком, да, но как они там это распихали, пока точно не ясно Но это WZ-55 Gothic Warrior Это у нас чехословацкий ТТ-10 По сути, полный аналог WZ-55, который всеми любим, да, и обожаем И сейчас, наверное, один из лучших вообще танков на 10 уровне Только вот в таком вот уникальном стиле Надо сказать, что выглядит довольно занятно То есть такой, знаете, медный стиль То есть есть как бы и цвет, да, похож на медь И зелень, это как бы окисление меди происходит, если вы не знаете, да, то есть Именно вот с таким оттенком Выглядит довольно неплохо Вопрос только, за что его будут продавать и за какую сумму Подойдет, наверное, ну, данный вариант тем, кто не хочет качать всю ветку Потому что там есть машины так себе Хотя девятка, например, тоже очень крутая Поэтому я бы все-таки, как бы, ну и, возможно, прокачал Хотя я и так прокачал, о чем я вообще говорю Вот Ну, в общем, по сути, полный аналог По ТТХ, насколько я понял, он ничем не отличается Кстати, вот тут еще цена почему-то в голде указана То есть, ну, это пока точно не ясно Потому что там бывают махинации Но, короче, если за голду, конечно, наверное, смысла нет Проще прокачать Тем более, говорю, ветка, ну, не самая страшная Вот, но если за какую-то другую валюту вдруг он появится То, наверное, вполне можно Чуть, кстати, не забыл сказать, что вообще вот эту информацию запостил специально для своих платных подписчиков Ресурс ВотЭкспресс Я вам тоже советую, кстати, если вы прям очень хотите следить за всеми новостями Зайти на ВотЭкспресс, оформить платную подписку Стоит она там что-то вообще копейки, там, 50 рублей в месяц И будете узнавать все раньше Потому что далеко не вся эта информация потом попадает на YouTube Чтоб вы понимали, это скорее сейчас исключение исправил Ребятам респект И, как бы, такую небольшую рекламку делаю Как бы благодарность, да Потому что сейчас все равно все сольют, да Ну, так хотя бы постараюсь быть первым И, как вы уже догадались, ребята Следующий лот это WT-12 В Афентрагер Е100 Сейчас, конечно, наверное, все челюсть подняли со стола Но, к сожалению, дорогие друзья Этот танк с очень большой долей вероятности Будет доступен только на китайском сервере То есть, несмотря на то, что здесь, видите, как бы и перевод есть и все такое Но по опыту, как бы, уже понятно Что этот танк вряд ли появится у нас с вами на RU-сегменте То есть, конечно, это не со стопроцентной, да, вероятностью Но очень-очень, скажем так Вероятно, что все-таки этот танк мы с вами не увидим И, наверное, ребята, оно и к лучшему Я понимаю, что многие бы хотели Но, как по мне, конечно Этот танк в рандоме не нужен Его аж когда-то вывели Но даже если случится чудо, например И мы увидим с вами, да, его То за такую цену 5000 штук Ну, я не знаю Но это, конечно, так Как бы больше прикол Вот, ну, в каком смысле прикол? То есть, для нас с вами Китайцы-то, наверное, сейчас уже расчехляют свои кредитки В любом случае, Ваффентрагер, да Мы, наверное, с вами все-таки в рандоме не встретим Следующий танк в списке Это СТРВ-Кей И тут, к сожалению, тоже есть информация Что, скорее всего, он не появится на ру-сегменте Повторюсь, не точно это Но есть основания так полагать Я считаю, что, в принципе, без разницы Потому что СТРВ-Кей Он не зашел игрокам Я не знаю, кто его сейчас хочет Разве что коллекционеры какие-то Потому что его уже продавали И кому надо, тот купил Танк показал себя довольно-таки посредственным В плане огневой мощи И крайне печальным фармером То есть, несмотря на то, что это прем 9 уровня Он плохо фармит И, соответственно, как бы, ну, смысла в нем Как мне кажется, никакого вообще нету То есть, поэтому Ну, я бы вообще не стал его брать Там, за золото уж точно Ну, я повторюсь, думаю, что все-таки Его, наверное, не будет Следующая машина из списка Это ВЗ-120GFT Это премиумный танк 9 уровня, вернее, ПТ-САУ, да Но эта машина делалась эксклюзивно для Китая И поэтому, скорее всего, опять-таки С большой долей вероятности Я понимаю, что уже, наверное, многие из вас сейчас Немного хотят не предъявить Типа, что это за слив вообще лотов Если все как-то вот в Китае Ну, это просто так по списку совпало, да, подряд Вряд ли тоже он появится в ру-сегменте Ну, если появится Блин, все будет зависеть от того, как он фармит Как по мне Потому что, ну, брать прем танк 9 уровня Типа просто в коллекцию Ну, я не знаю То есть, если он что-то зарабатывает Но мы с вами об этом не узнаем Само собой, поэтому, как бы В общем, подождем Увидим, да Там будет уже понятно Но, как бы, с большой долей вероятности Повторюсь, это для китайского сегмента Дальше идет уникальный танк Тоже раньше его в продаже не было Это ИС-3 СМЗ Сапсан Но надо понимать, что этот танк Он не отличается ничем от обычного ИС-3 СМЗ То есть, это та же самая машина Просто она вот в таком вот уникальном стиле Тоже выглядит Ну, довольно прикольно, да Давайте говорить прямо Мне нравится То есть, качественно сделано Тут тоже, видите, такой медный стиль То есть, вот это окисление зеленое Ну, не знаю Мне почему-то нравится, кстати Вот эта вот именно стилистика Так довольно-таки неплохо выглядит И видно, что старались То есть, тут, видите, как бы проработано Все так четко очень Ну, классно Смотрится танк сам по себе прикольный Он появится, скорее всего, у нас И все будет зависеть от цены Если вам хочется, да Этот танк себе заполучить Если вы, допустим, не имеете оригинального ИС-3 СМЗ То почему бы и нет Если уж брать, то, наверное, в таком вот стиле Машина, конечно, косая Но барабан у нее очень такой любопытный Любителям тяжей, я думаю, зайдет И, ну, ничего плохого сказать не могу Танк норм и стиль тоже хороший Смотрится довольно-таки классно Как по мне Ну и последний, друзья, танк из списка Это Гонсало Про который уже много раз писали Видите, тут пост от Вотэкспресса Еще за апрель И этот танк, он очень похож на Кэлибан Внешне, да Он практически ничем не отличается За исключением того, что у него Пушка обычная, циклическая И вроде как с альфой 440 единиц То есть, там, пробитие 240 Я не знаю, то есть, надо его там или нет кому-то Ну, потому что, как по мне Ну, не самый интересный танк Ну, я так, по крайней мере, считаю По крайней мере, из данного списка И, наверное, все-таки это для ценителей особых, да Раньше, по-моему, его не продавали, кстати, еще То есть, это, я думаю, будет некий эффект Такой новизны То есть, многие, наверное, тупо его поэтому возьмут В общем, вот такой вот список получился То есть, аукцион длится 4 дня 4 танка И, скорее всего, вот это Вафля, там, да И китайцы, они Ну, плюс Астровакей У нас не появятся Пишите в комментариях Как вы считаете, хорошо это или не очень Я думаю, что, конечно, вафлю многие бы хотели Вот, но Тут, конечно, мечтать не вредно Вот Если их вдруг и выкатят То это будет, скорее, чудо Ну, в общем, поживем-увидим Завтра тоже постараюсь сделать видео для вас Если, по крайней мере, будет что-то интересное Друзья, давайте, в общем, не болейте Прожимайте лайки Обязательно подписывайтесь на канал Заглядывайте в телеграм-канал Ссылочка в описании И давайте до завтра Всем пока